Приветствую вас и мнение высказать, конечно, можно. Другое дело, что вам это мнение даст. Ну, то есть, вот, послушаете вы мнение людей, послушаете вы мнение экспертов. И, по сути дела, думаю, что все мы, мои коллеги, сойдутся на мысли, на мнение, что мужчина ваш, ну, мягко говоря, ведет себя некрасиво, мягко говоря, ведет себя эгоистично и, мягко говоря, мне относится к вам так, как следовало бы. Но, во-первых, повторять то, что вам уже сказали коллеги, мне бы не хотелось. Во-вторых, нужно пойти немножко дальше. Значит, по поводу поведения вашего мужчины, я могу сказать так. Вполне вероятно, что мужчина действительно вас любит. Вполне вероятно, что мужчина действительно вас оценит, вами дорожит, хочет быть с вами и считает, что, в общем-то, вы достойны всего самого лучшего. Ну, то есть, такая вот нормальная, здоровая позиция мужчины. На первый взгляд. Ну, вот, не хочет он с вами съезжаться, дабы не позориться, дабы не выставлять себя в негативном свете. Деньги по мелочи, видимо, для него не являются таковыми. Здесь уже вопрос морального восприятия. Для кого-то, например, попросить у женщины 100-200 рублей, это уже удар по гордости. И надо сказать, что в этом есть что-то хорошее, но в этом есть и что-то плохое. Потому что подобная реакция все же обусловлена определенным рядом причин. И эти причины, нужно сказать, не всегда являются обязательно положительными. Если мужчина начинает взять у вас какую-то сумму на проезд, в этом тоже есть как что-то плохое, так и что-то хорошее. Плохое, конечно, то, что мужчина вами пользуется, и плохое то, что мужчина берет у вас деньги, если я правильно понимаю, не в долг. Хорошее, это потому что мужчина не такой гордый, и у него не такое болезненное самолюбие. Что, в принципе, может помочь ему как-то вот реализоваться. Там, где другие люди могли потерпеть определенное фиаско другим мужчинам. То есть здесь все не так однозначно. Либо вы принимаете подобную его черту, либо нет. И говорить о том, что брать у вас деньги, это лучше или хуже, я бы не стал. Далее вы пишете, что начались проблемы в бизнесе, с деньгами и алкоголем. Проблемы серьезные. Каковы их причины? Ну, вот по факту, каковы причины этих проблем? Непонятно. Почему они не возникнут вновь? Почему мужчина снова не будет поступать так же, как он поступал? Почему он не может, точнее, поступить так же, как поступал? Тоже не понятно. Ведь могут начаться проблемы в бизнесе вновь. И мужчина может опять же не выдержать и действовать так. Может? Может. Рассматриваете вы такой вариант? Отдаете ли вы себе отсчет, что это может повториться? Ну, неизвестно. После этого мужчина пропадает и, как выясняется, он в это время снижается с другой женщиной. Снижается с ней сразу. Вы, естественно, недоумеваете. Почему так? Ответ прост. Другая женщина для мужчины ничего не значит, в отличие от женщины. И с ней он жить мог. На неприемлемых в вашей паре условиях. И это не значит, что он вас не любит. Это как раз таки одно жаль, что вы ему ценны, вы ему дороги. И именно поэтому он не стал здесь с вами, а стал здесь другой. Да, такая вот извращенная мужская логика. Завязана она все на том же. На мужском самолюбии. На мужском гордости. Если бы мужчина съехался с вами, чувствовал бы он себя отравительным. Чувствовал бы он себя недостойным. Ну, не так он представлял себе отношения с любимой женщиной. А та женщина была для него нелюбима. Все равно ему было на нее. И поэтому он позволил себе с ней вот так вот поступить. По поводу провокации. Если честно, не думаю. Напоминает это, ну, напоминает это такой, знаете, обман. Дешевый такой обман на самом деле. И, вы знаете, это в любом случае очень плохо. Правда, если это правда, и он действительно ее провоцировал, где гарантия, что он не будет провоцировать вас? А если это не правда, и он действительно ее не провоцировал, то тогда получается, что она его выгнала не просто так. Было за что? И где гарантия, что он не будет с вами вести себя так же, как вел себя с ней? Ведь не просто же так она его выгнала. Правильно? Вы говорите, как ему доверять. А доверять действительно нельзя. Тут два момента. Либо вы принимаете мужчину вот таким, какой он есть. То есть просто вот такой вот он. Вот такой. И денег просят, и бизнес пытаются наладить не всегда удачно. И эмоциональный, и выпить не против, но все равно любимый. Или не принимает. Если считаете, то таким мужчиной вам не по пути. То есть вариантов здесь на самом-то деле немного. Вопрос в другом. Выяснить для чего? Вы его или любите, и принимаете его таким, как он есть. Вот абсолютно. Либо нет. И тогда вы его не принимаете, и живете дальше. А ему говорите, что прости, но у нас с тобой ничего не получилось. Поиск ушел. И вот здесь-то и заключается самый тонкий, на мой взгляд, момент. Видите ли, вы пишите, что вы озвучили, что здесь денег ему не дадите. Правильно. Озвучили, правильно. Но это уже условие. То есть вы ставите ему условие. Ну что? Вы ставите условие, что я же не дам тебе денег. А это значит, что вы перестаете мужчину вкладывать. Это правильно. Вы не подумайте. Это правильно, что вы перестаете мужчину вкладывать. Но, при всей своей правильности, это уже условие. А условие и любовь не совсеместимы. А значит, мужчины уже просто по инерции. Возможно, вы не хотите отпускать человека, с которого было вложено столько сил. Возможно, вы и ходили все-таки в семью. Возможно, вы к нему приезжали. Но, дальше условия будут еще больше. Вы ему поставили условие, он вам поставит условие. Не потому что специально. Просто потому что одни условия пройдут другие. Так, к сожалению, всегда было. И вы пойдете по недоподальше. И здесь вопрос в том, хотите ли вы этого. Здесь вопрос в том, желаете ли вы тратить свое время на ненадежного мужчину. А если да, то нужно четко понимать, ради чего. Ну, вы можете давать ему деньги. Вы можете рассчитывать только на себя. Вы можете понимать, что эта ситуация может тянуться очень-очень-очень долго. Вы принимаете такую реальность? Если да, это ваше право. Если нет, то говорите мужчине, что я хочу, чтобы ты дал мне четко понять, что я могу быть за тобой, как до каменных стенок. Я хочу, чтобы ты не обеспечивал меня, но чтобы я знал, что можно на тебя положиться. Я хочу иметь рядом с собой надежного мужчину. Ты таковым не являешься. Скажи, ты готов им так. Если он готов, дайте ему шанс. Если вы не увидите, что он изменился, то оставайтесь. Мнение. Вы знаете, мнение могут высказывать ваши друзья, подруги, коллеги по работе, родные, знакомые. А мы психологи. Нам мнение высказывать этика не позволяет. Поэтому я вам так скажу. Мужчина ваш, он неплохой. Он хороший по-своему. Он индивидуальный. Но и вы индивидуальны. Вы попробовали свои отношения построить. Попробовали свести свои желания, свои потребности. Не получилось. Причина, по которой вы расстались, она осталась. Понимаете? Причина, по которой мужчина позволил себе вот так поступить, она осталась. И если он решит, что он вновь как-то вот себя унизит, никто не остановит его от того, чтобы сделать так, как он сделал. И вы опять оказываетесь в той ситуации. Просто потому, что без изменений с его стороны, без понимания мотивации к тому, чтобы так поступить. Именно, именно идущий от него, да, то есть чтобы он объяснил вам, зачем это сделал, почему он это сделал. И тем самым дал понять, что больше так не поступит. Вы не сможете ему доверять. Это правда. Если сможете пересилить себя. Сможете поставить себя в отношениях так, чтобы отчасти взять на себя мужские функции. Тогда у вас все получится. Может быть когда-нибудь мужчина действительно свой бизнес запустит и все у вас будет хорошо. А может быть и нет. Вы готовы подождать? Вы готовы ждать? Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались. Пишите в личку. Смогу вам. Если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! 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 Продолжение следует...